Здравствуйте! Сегодня команда «Активатики» подготовила для вас анализ нашумевшей пенсионной реформы. Российское правительство, российские власти опять выступили в роли катализатора общественных протестов, и российское правительство предложило Госдуме рассмотреть проект о повышении пенсионного возраста. 1 июля этот проект должен в Госдуме пройти первое чтение. Дмитрий Медведев объясняет необходимость повышения пенсионного возраста таким образом, что в России стало слишком много пенсионеров, и скоро у российских властей просто не останется денег на то, чтобы им выплачивать пенсии. И вот что если в 70-е годы на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих человека, то вот уже в следующем году, в 2019-м, на одного пенсионера будет приходиться всего лишь 2 работающих человека, а в 2044-м вообще всего лишь 1,5, что очень мало. Давайте разберемся, решит ли увеличение пенсионного возраста вопрос с трудовыми ресурсами. Ну вот по мнению эксперта, директор по социальным исследованиям высшей школы экономики Лилии Овчаровой не решит новая пенсионная реформа вопросов с трудовыми ресурсами. Почему? Ну потому что как работодатель не хотел видеть у себя на рабочем месте людей старше 45 лет и увольнял их, так он это и будет продолжать делать. Ну давайте разберемся, действительно ли пенсионному фонду так уж не хватает денег на пенсии. Вообще давайте проверим, на что пенсионный фонд тратит деньги российских пенсионеров, потому что анализ вообще-то показывает, что этот самый пенсионный фонд тратит эти пенсионные деньги на что угодно, кроме как вот по прямому назначению, то есть на выплаты пенсий. Ну, например, в 2017 году на пиар пенсионного фонда было выделено 185 миллионов рублей. Ну вот если учесть, что средняя пенсия в 2017 составила там чуть больше 13 тысяч рублей, то получается, что вместо пиара вообще-то можно было бы дополнительной пенсии заплатить 6 240 пенсионерам. И я вас уверяю, что это бы сработало намного эффективнее любых агитационных роликов. Ну, следует отметить также, что из пенсионного фонда была профинансирована платная трасса Москва-Санкт-Петербург, причем у пенсионеров никто не спросил, готовы ли они своей пенсии отдать на строительство платной трассы или нет. Почему так получилось? Ну, потому что российские власти не смогли убедить консессионера проекта, французскую компанию Ванси, выделить денежные средства на строительство платной трассы. И за эту трассу заплатили пенсионеры. При этом, замечу, что консессионер проекта, французская компания Ванси, прекрасно получает прибыль с россиян, которые пользуются этой платной трассой, и отправляют эту прибыль прямиком в офшор к Аркадию Ротенбергу, другу, сами знаете, кого. И вот почему-то Аркадий Ротенберг уже с российскими пенсионерами, которые профинансировали своими пенсиями строительство вот этой самой платной трассы Москва-Санкт-Петербург, денежками-то не делится. Но еще одна такая серьезная статья расходов из пенсионного фонда – это всевозможные поездки сотрудников пенсионного фонда бизнес-классами в Женеву, в Париж. Вот с какими целями они туда летают, совершенно непонятно. Вообще сотрудники пенсионного фонда предпочитают, в отличие от российских пенсионеров, бизнес-класс, и вот меньше 100 тысяч на свои билеты на самолет не тратят. Ну и отдельное возмущение вызывает поведение главы пенсионного фонда Антона Дроздова, который не так давно купил себе элитную недвижимость, квартиру в Москве, с до 240 миллионов рублей. Вот на эти самые 240 миллионов рублей можно было бы выплатить пенсии 17 621 человеку. Ну крайнее изумление вызывают дворцы, которые по всей стране строят для собственных нужд пенсионный фонд. Вот согласно отчету Счетной палаты за 2013-2015 годы, в течение этого периода, пенсионный фонд направил на возведение, покупку, аренду вот этих вот дворцов по всей России 14 миллиардов рублей. Если мы возьмем из расчета 10 тысяч рублей пенсия на 2013 год, то 1 миллион 394 тысячи 700 человек могли бы получить пенсию вместо того, чтобы любоваться вот на эти никому не нужные дворцы. Вот согласно данным Всемирного банка, средний немец живет 81 год, поляк 78, эстонец 76, а русский человек примерно 70 лет. Вот обратите внимание, что на 10 лет меньше немцев. Ну вот таким образом, немец в среднем живет на пенсии 16 лет, эстонец 11, а если новая пенсионная реформа будет принята, на пенсии проживут мужчины 5 лет, а женщины 7. Ну, почему в Европе повышают пенсионный возраст? Ну, потому что у них там постоянно растет продолжительность жизни. Продолжительность жизни немцев с 1960 года, она увеличилась на 12 лет, а вот по России за это время рост намного меньше всего 5 лет. Российские власти обожают кивать на Европу ровно в тот момент, когда им это выгодно. Но давайте все-таки сравним качество жизни российских пенсионеров с качеством жизни европейских пенсионеров. Вот в 2017 году французская финансовая корпорация Netexis опубликовала глобальный пенсионный индекс, оценивающий уровень комфорта при выходе граждан на пенсию. Вот в рейтинге этом Россия заняла 40-ое место из 43-х позиций. Понимаете, последние, просто позор. Сравним размер пенсии. В долларах США, например, в Германии пенсионер получает 1200 долларов, в Эстонии 460, а в России 240. То есть получается, что российский пенсионер получает пенсию в 5 раз меньше, чем немец. Сравним за расходы на здравоохранение. Опять же, в долларах США Германия тратит на пенсионера в год 1-го 5 тысяч 410, Эстония – 1248 долларов, а Россия – 892. Правительство России объясняет необходимость повышения пенсионного возраста тем, что у нас очень серьезные проблемы с демографией, что у нас какая-то демографическая яма, и по сравнению с другими странами прям какая-то беда. Если мы посмотрим, опять же, на графики Всемирного банка, мы убедимся, что это не так. Да, действительно, в период с 1980 года по 2000-й в России наблюдалось некое снижение рождаемости. Но аналогичная тенденция была и в других европейских странах. Причем до 1995 года рождаемость в России была значительно выше, чем в той же Германии. Проблемы с демографией традиционно решаются с помощью мигрантов. Так делается во всем цивилизованном мире, так делается в Европе, в том числе и в России. Россия здесь никакое не исключение. И в 2017 году в Россию въехало 6 миллионов человек. При этом 60% гастарабайтеров работают в черную, никто с ними трудовые договоры не заключает, и, следовательно, налоги они не платят. И вместо того, чтобы цивилизованно решить эту проблему, и сделать с гастарабайтерами нормальные рабочие договоры, чтобы они платили налоги и тем самым пополнялся пенсионный фонд, ничего этого российские власти не делают, и они предпочитают всякие драконовские меры по увеличению пенсионного возраста для россиян. Следует еще отметить такой интересный факт. Ни в Германии, ни в Польше, ни в Эстонии нет такого количества полезных ископаемых, как и в России. И вообще-то было бы справедливо и нормально поделиться вот этой природной рентой от продажи углеводородов с пенсионерами. Но вот почему-то российские власти предпочитают этого не делать, а предпочитают повышать пенсионный возраст россиян. Ну и самое интересное. Как отреагировало российское гражданское общество на повышение пенсионного возраста? Отреагировало, хочу сказать, отлично. Была запущена петиция на Change.org против повышения пенсионного возраста, и она набрала с какой-то совершенно катастрофической скоростью больше двух с половиной тысяч подписчиков. И это количество подписантов растет с каждым днем. Основные акции протеста против вот этой новой пенсионной реформы они намечены на 1 июля, и они пройдут в десятках российских городов. Но уже на сегодняшний день некоторые такие города-лидеры заявили о себе, и там прошли акции. Ну вот, например, большая акция протеста прошла в Новосибирске 16 июня. Там собралось 300 человек на Центральной площади. И новосибирцы, они молодцы. Они припомнили Владимиру Владимировичу его же собственные слова, которые он сказал в качестве обещания в 2005 году. Пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет. И вот они потребовали от Путина выполнение собственных обещаний, а также отправить в отставку в Медведево и его правительство. Аналогичная акция протеста прошла и в Иркутске. И лозунги там были «Каждый второй не доживет до пенсии». Не хотим работать до гробовой доски. Повышение пенсионного возраста явно несправедливое решение, нацеленное на одно – на обворовывание россиян. Но в этот раз гражданское общество России спохватилось вовремя, на ранних этапах, когда законопроект еще не принят. И сейчас есть отличный шанс остановить этот проект. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok